Чувашская сказка, как крестьянский сын за солнце работал. Когда-то давным-давно в одной крестьянской семье родился сын. Парень рос крепким, здоровым, сообразительным. А когда вырос, родители решили женить его. Молодой всем взял и умом, и статью, и красотой. Из-за него высватали дочь богатого человека. Родители невесты дали в приданное семь лошадей, семь коров и много бесчета овец. Хорошо зажили молодые. Но не прошло и двух лет, как жена померла. А вдовевший молодец погоревал, потужил, а потом снова женился в приданное. И за этой женой он получил семь коней, семь коров и бесчета овец. Но молодцу крестьянскому сыну опять не повезло. Вскоре и эта жена померла. Так он женился семь раз. И за каждой новой невестой получал в приданное по семь лошадей, семь коров и много бесчета овец. Померла у незадящего мужа и седьмая жена. А вслед за ней умерли у молодца и его старые родители. Остался он хозяином целого табуна лошадей, стада коров и несметного несчитанного количества овец. Однако же счастье по-прежнему обходило его стороной. А тут еще беды и невзгоды одна за другой посыпались на его голову. Как-то нежданно-негаданно напал на коров и лошадей мор. А через небольшое время всех овец передушили волки. Развеялось, как пыль по ветру, все богатство нашего молодца. Остался у него лишь один большой дом с надворными постройками, да сад с озером посредине. За садом что еще делать? Он и начал ухаживать. Много ли, мало ли времени прошло. Заметил хозяин, что в его сад повадили слетать на вечерней заре три сизые голубки. Решил он подкараулить голубей и поглядеть, что они делают в его саду. Как-то под вечер затаился он в кустах, дождался прилета птиц и видит. Голубки превратились в девушек, сбросили платье и стали купаться в озере. Молодец тихо подкрался, взял платье одной из девушек и унес в кусты. Искупавшись, девушки вышли из воды. Две из них оделись, превратились в голубей и улетели. А третья, не найдя своего платья, возмолилась. Отдай мне, добрый молодец, мое платье. Вы купаетесь в моем озере и, как знать, может быть, заколдовали воду, ответил девушке хозяин сада. А эту воду мы и сами пили, ею же и скотину поили. Не из-за того ли померли у меня жены и напал мор на макаров моих и лошадей? Нет, мы не колдуньи, сказала девушка. Мы прилетаем сюда, потому что место здесь уж очень больно красивое. Поверил молодец словам девушки и спросил. А тогда не знаешь ли, почему не живут мои жены и перестал водиться у меня скот? Я-то не знаю, ответила девушка. Но мать моя, может быть, и знает. Ладно, я тебя отпущу, сказал молодец и отдал платье девушке. Ну где и как я тебя потом увижу? А ты сними лубок с молодой литки и дай мне нож, ответила девушка. Я буду отрезать лубок по маленькому кусочку и бросать на дорогу. По этим кусочкам ты и найдешь наш дом. Хозяин сада срезал молоденькую липу, снял с нее кору и вместе с ножом отдал девушке. Та отрезала один кусочек лубка, другой и скрылась из виду. Отправился по условленному следу крестьянский сын в путь дороженьку. И только через семь лет пришел на место. Оказалось, что девушки, прилетавшие голубками на озеро купаться, были сестрами самого солнца. И сейчас же навстречу молодцу вышла их старая мать. Крестьянский сын сказал старуке, зачем он пришел сюда. Та выслушала его и ответила. Не знаю, не ведаю. Сынок-то солнце наверняка знает. Но тебя нельзя его дожидаться. Если он явится, то может погубить тебя. Тут мешались в разговор дочери. А давай, мама, к приходу брата спрячем этого человека. Брату же мы скажем сначала, что он к нам пришел. И если брат не рассердится, покажем его. Если же братец будет не в духе, мы выспросим у него все, что надо. А потом, когда он утром снова уйдет, перескажем нашему гостю. Так и сделали. Поздно вечером завелось солнце, уставшее после тяжелой дневной работы. Похоже, к нам пришел какой-то человек, сказала солнце. Как он осмелился? Ведь я могу сжечь его, как простую соломинку. Мать с сестрами начали уговаривать его. Зачем тебе сжечь гостя? Он и так убит горем. И пришел к тебе за умом, за разумом. Но если так, смилостивый солнце, тогда готовьте поскорее еду и пригласите гостя. Мы с ним вместе отужинаем. Сестры приготовили ужин. Солнце посадило рядом с собой крестьянского сына. И они в добром застолье провели остаток вечера. Видно, чем-то глянулся солнцу добрый молодец, крестьянский сын, потому что наутро оно сказало ему. День вчера возился тяжелый. Я очень устала. Может, сегодня походишь по небу вместо меня? Крестьянский сын согласился. Отчего же не походить? Похожу. Солнце одело его в свою ослепительную одежду, посадило на своего коня и наказало. Ты не погоняй коня, он сам знает, каким шагом надо идти. В пору раннего завтрака встретится тебе пихамбар. У чувашей бог, покровитель скота. На зеленой чашей в руках наполнены сытой медовый напиток. Ты не останавливайся около него. И суету не пей. А только поклонись ему и следуй дальше. К позднему завтраку встретится тебе пюлихсе, божество, раздающее благо, с такой же чашей в руке, наполненной сытой. Не останавливайся около него и не пей сыту, а поклонись и дальше. В полдень встретится тебе сам Тора с зеленой чашей в руке, наполненной сытой. И у него ты не пей сыту, а только поклонись и следуй дальше. Наконец увидишь ты корм для коня. Коня хоть немного, но надо покормить. А уж потом можно пускаться в путь к дому. Крестьянский сын выслушал солнце, принял его облик и, ослепительно блестя золотыми одеждами, выехал в путь дорогу. Вот встретился ему пихамбар с зеленой чашей в руке. Он стоял у дороги и терпеливо ждал, когда к нему подкатит солнце. Поравнялся с ним молодец в образе солнца, взял в свои руки протяную чашу. Выпил сыту, опрокинул пустую чашу на голову Бога и поехал дальше. Все повторилось и при встрече с Пюлюксе. Молодец солнца, выпил сыту, надел пустую чашу на голову Бога и поехал дальше. А вот показался у дороги и сам великий Тора. Но и с ним крестьянский сын обошелся столь же непочтительно, как и с младшими богами. Выпил сыту, а пустую чашу нахлобучил на голову Торы. Наконец встретилось место с кормом для коня. Молодец покормил коня и повернул к дому. Тора же после встречи с ним подумал, что-то случилось с солнцем. Оно позволило себе неслыханную дерзость. Тут что-то не так. Пойду-ка и расспрошу Пюлюксе. Но когда он начал рассказывать Пюлюксе о своей встрече с солнцем, тот тоже пожаловался, что его накрыло прокинутой чашей. Они вместе пошли к Пихамбару. Но и Пихамбар сказал, «Меня солнце тоже стукнуло пустой чашей по голове. После этого уже ничем не оставалось, как всем втроем к солнцу пойти и потребовать от него объяснений». Крестьянский сын еще не успел окончить свой рабочий день, а солнце, ничего не подозревая, отсыпалось дома. Тора разбудил его и сказал, «Чем это мы тебя прогневали, если ты нынче каждого из нас стукнул чашей по голове?» Солнце со сна не сразу сообразило, о чем идет речь, потом ответила, «Вчера у меня был трудный день. Я очень устала и попросила походить за меня своего гостя. Но я не наказывала ему делать что-нибудь плохое». Пока они так разговаривали, вернулся верхом на солнечном коне крестьянский сын. И только он успел показаться, боги начали выговаривать ему за его неслаханой дерзость. Пихамбара следовало бы стукнуть посильнее за то, что он не останавливал своих собак. «Волки всех моих овец передушили», услышал я ярд ответ. «Хорошо», — сказал Апилюкси, «а меня за что ты чашей накрыл?» «Неужто не понимаешь, — ответил крестьянский сын, за то, что не написал мне на роду прожить век с одной женой. Я семь раз женился, и ни одной из жены не осталось живых. Разве это дело?» «Понятно», — подал голос Тора. «Но со мной-то, со мной, как ты посмел, так обойтись. Чем я тебе не угодил?» «А тем, что не предназначил мне счастливую жизнь. Родители мои жили как люди, а меня ты осудил на то, чтобы век свой горе мыкать». Слушают боги крестьянского сына, а что возразить на его слова, не знают. Ведь все, что он говорит, — сущая правда. Стали они между собой советоваться, стали думать, чем заняться добру молодцу, чтобы он поскорее разбогател и зажил счастливо. Тора сказал, «Пусть он займется воровством. Самый верный и короткий путь к богатству». Пихамбар и Пилюксхе согласились с Торой, «Пусть крестьянский сын ворует». А тот, услышав решение богов, вышел из чертогов солнца, увидел отседанного коня Торы, мигом снял с него серебряное седло, да и был таков. Выше шесть лет за молодцем Тора сразу же обнаружил пропажу. Что за чудеса? Было седло, и нет седла, — возмутился Тора. И у кого украли? У самого главного бога. Не иначе это дело рук мошенника, который за солнце работал. Давайте нагоним его и отнимем седло. Догнали боги доброго молодца, спросили, «Ты зачем дерзкий украл у самого Торы седло?» «Так ведь Тора сам определил, чтобы я жил воровством», — очень просто ответил крестьянский сын. Я и подумал, если Тора не рассердится за пробажу и не будет искать ее, то не будет на меня сердиться и люди. Поэтому я и решил украть сперва у Торы. «Как же людям не сердиться на вора», — не выдержал Тора. «Каждому жаль своего добра. А если так, зачем же вы направили меня на путь воровства?» — вполне резонно возразил молодец. Опять крестьянский сын поставил богов в тупик. Думали они, думали, как им от него отделаться. И вот, что предложил Пюлюксе. «У одного царя есть дочь красавица, но она от рождения слепа. А в том же царстве и государстве есть такая местность, где даже по берегам реки не растет трава. Мы сделаем, что нам стоит, так что в той местности начнет расти трава. Мы сделаем, чтобы на выросшую траву три утра подряд выпадала роса. И пусть слепую царевну эти три утра водят на траву, собирают с нее в чашу росу и той росой обмывают ее глаза. Тогда царевна прозреет, и царь выдаст ее за нашего маломолодца. Молодец сразу станет богатым и счастливым». «Так бы и сказал давно», — проворчал Тора. «А то ломаем голову. Как? Да что? А все, оказывается, можно устроить очень просто». А крестьянскому сыну наказал. «Слышал, что сказал Апилюксе? Смотри, все исполни в точности и не вздумай бить царя чашкой по голове. А то нам ведь только дел, что тобой заниматься». Напутствуемый богами, крестьянский сын отправился в Тридесятое царство, в котором жила слепая царевна. А придав столицу того царства, стал шататься по трактирам и громко похваляться. «Если бы царь отдал за меня свою дочь, я бы вылечил ее от слепоты». За такую похвальбу, за то, что он лишний раз напоминал о горе царской семьи, стражники схватили молодца и на всякий случай посадили в кутузку. Однако, молва о том, что выискался человек, который может вылечить царевну от слепоты, дошла до царского дворца. Царь вызвал молодца к себе и спросил, «Правду ли, говорят, что ты похвалялся вылечить мою дочь? Если отдашь ее за меня замуж, то вылечу, ответил крестьянский сын». «Только бы вылечил, отдам», — пообещал царь. Крестьянский сын вместе с царевной отправился на берег той реки, где не росла трава. Следом за ним туда пришло множество народу, чтобы увидеть чудесное исцеление царской дочери от слепоты. Когда молодец царевны пришли к реке, на ее берегах не было видно ни одной травинки. Но вот берега начали прорастать густой травой, а к вечеру сплошь покрылись зеленью. А к утру упала сильная роса. Росу собрали в чашу и отмыли ею глаза царевни. Царевна сказала, что начинает видеть. А между тем трава поднималась все выше и гуще. На другое утро роса выпала еще обильнее. Ее снова собрали в чашу и опять омыли глаза царской дочери. Царевна почти совсем прозрела. Стала веселой и радостной. А трава все растет и растет. На третье утро роса пала уж и совсем небывалая. Ее опять собрали и опять дали умыться царевне. Совсем выздоровела девушка и стала еще краше, чем была. Вернулся крестьянский сын вместе с невестой в царский дворец. Царь спрашивает у дочери, видят ли теперь глаза твои? Когда мы подходили к городу, я за 17 верст увидела тебя на балконе, ответила дочь. Отец не поверил. Он вышел с дочерью на подворье, нарочно уронил среди щепок и щеной трухи иголку и принялся ее искать. Дочь спросила, что ищешь, отец? И иголку обронил, и вот никак не найду, сказал царь. Да вон же она лежит, сказала дочь, еще издали увидев иголку. Она тут же подняла ее и протянула отцу. Это? Отцу ничего не оставалось, как ответить. Это самое. Царь держал свое слово, выдал прозревшую дочь за крестьянского сына и закатил пир на весь мир. А после своей смерти оставил царство своему зятю. Рассказывали, хорошо провел царством государством крестьянский сын. Оно и понятно. Уж если он мог за солнце работать, то за царя-то и подавно.